Вообще на самом деле ваш интерес и ваши вопросы говорят о том, что для многих уже и Bittrex 24 и CRM такая заметная часть бизнеса. Мы будем в следующем докладе и завтра, наверное, вообще говорить еще подробнее, обращать ваше внимание на эти вопросы. Олег. Да. Пожалуйста. Можно начинать. Давай. Коллеги, это снова я. Я понимаю, что времени уже много и поэтому я постараюсь лаконично, в общем-то тезисно доклад, как построить процесс тестирования в веб-студии. Мне сразу же интересно, кто использует, кто тестирует, кто использует тестировщиков в своих веб-студиях. Есть такие. Хорошо. Значит, доклад будет полезен тем, у кого все-таки его нет. Я попробую вас убедить. Во-первых, для чего тестировать? Какие задачи ставит перед собой тестировщик, отдел тестирования и сам процесс тестирования? Прежде всего, это снизить количество ошибок. Вторая цель. Помочь выпустить продукт в срок. Ну, хорошо. Ошибки ошибками, продукт продуктом. Но продукт мы выпускаем для клиентов. Проводили исследование. Если клиент был удовлетворен вашим сервисом, то этим положительным опытом он делится в среднем еще с пятью своими клиентами. Если он был не удовлетворен вашим сервисом, то этим отрицательным опытом он делится с десятью потенциальными клиентами. Поэтому, если у вас есть удовлетворенный клиент, это еще плюс пять потенциальных новых клиентов. Ну, как начать процесс тестирования? Вообще, я работал, не работал, а сотрудничал с несколькими веб-студиями. И, в общем-то, сейчас я рассказываю, по сути, опыт сотрудничества с одной белорусской веб-студией. То есть, как я внедрял им процесс тестирования. С чего можно начать? Как можно тестировать? Можно тестировать самим. Можно тестировать самим. Те инструменты, комплекс инструментов, которые я приведу позже, они подходят для того, чтобы тестировать без тестировщика. Но, в конечном итоге, мы с белорусской студией пришли к тому, что все-таки нужно нанять отдельного тестировщика в офисе, либо удаленно. Зачем? Ну, по своему опыту тестирования я знаю, что разработчики, во-первых, больше разрабатывают, чем тестируют. Во-вторых, они боятся тестировать свои продукты. Они боятся найти ошибку в своих продуктах. Я сам, когда разрабатывал автотесты, я позже о них скажу, я это испытал. Я также боялся запускать свой робот, либо смотреть, как он работает в тех или иных местах. И я запускал и получал ошибку. Поэтому просто наймите отдельного человека, который будет это делать, у которого будет это его работа. Какие инструменты я рекомендовал использовать? Когда я начал сотрудничать с белорусской веб-студией, у них не было бактрекера. Это настолько банальная сейчас сущность в веб-студии. Там был такой бактрекер. Значит, там был файлик Word. Я не помню, где он был, в каком-то общедоступном месте. Мы туда заходили, разработчики все. Ну и писали просто текстом, что там кто-то не работает. Отмечали статус по этому. Зачем нужен вообще отдельный бактрекер? Ну, я здесь перечислил основные тезисы. Позволяет оперативно узнать статус проблем. Да, кстати, бактрекеров сейчас полно бесплатных. Бакзилла, Монтиз. Ну, в той студии мы внедрили RedMind, кстати. Да, RedMind. Позволяет оперативно узнать статус проблем. Позволяет более качественно организовать описание проблем путем задания обязательных полей. Либо каких-то уже полей с выпадающими списками. Это просто ускоряет процесс написания ошибки. Позволяет прикреплять файлы проблемы. Программа в блокнот, либо в файл док, вы этого не прикрепите. Позволяет организовать обсуждение проблемы, комментирование проблемы. Ну, и это просто систематизирует процесс. Так, да, следующие инструменты, которые потребуются вам, если вы решите тестировать сами, либо вашему тестировщику. Программа для снятия скриншотов. В интернете полно бесплатных FastStone, Joxy. Зачем? Во-первых, позволяет визуализировать информацию. Иногда картинка — это намного лучше, чем три предложения описания проблемы. Также рекомендую использовать программы для снятия видео. Потому что иногда картинки и много текста — все это заменяется одним видеофайлом. Я, кстати, привел, совсем недавно нашел вот эту программку. Называется Lyscap. Да, я вот не на... Ага, название есть. Она пишет видео в GIF-файл. Чертовски удобно. Не нужно загружать ни в YouTube, никуда. Просто пишите, прикладываете в Backtracker. Все, проблема видна. Да, кстати, я подготовил для конференции, специально для вас, такой набор инструментов. Если вы решите начать тестировать, напишите мне, я вам его пришлю, либо подойдите, я дам свою визитку и потом вышлю. Дальше. План тестирования. У вас есть инструменты для снятия скриншота, Backtracker. Дальше. Что такое план тестирования? Если вы озабочены какой-то методологией разработки, я знаю, вот, например, в той студии пытались внедрять ROOP, кто знаком, тот поймет. Так вот, у этой же системы разработки есть стандарт плана тестирования. Прямо там он прописан как-то и-е-е. Это для тех, кто хочет как-то добавить бюрократии, что ли, в свой процесс. Я убрал оттуда все лишнее. То есть этот документ обычно включает риски, которые возникнут при тестировании, затраты. Я просто сделал что? Перечисление прецедентов использования этого сайта. Поэтому я рекомендую просто, прежде чем начать тестировать, вот вам дали сайт, либо вы дали сайт тестировщику, перечислите прямо словами, что необходимо, что должно работать. По разделам. Я знаю, что многие из вас составляют ТЗ, наверное, даже все. Мне повезло. В той студии составлялись очень подробные ТЗ. Я не знаю, насколько подробно составляете их вы. Там выглядело примерно следующим образом. Нажимаем на кнопку логин. Из правого верхнего угла с такой-то анимацией должна появиться плашка, в которой расположено поле логин, расположено поле пароль. При вводе пароля каждый символ должен замениться на точку, ну и так далее. Так был описан вообще каждый элемент, который будет на сайте. Меню, какой цвет, какой раздел должен открыться. Прекрасно. Вот это уже был готовый план тестирования. То есть я убрал все лишнее, там убрал верстку, разбил на пункты, все, план тестирования готов. Потом, после того, как я начинал тестировать, я просто шел, галочки им ставил. Для чего вообще необходимо было иметь планы тестирования? Опять же, для систематизации процесса, потому что как только исследовали новый сайт, я помню по себе, набрасываешь и сразу же смотреть все, кликать везде. Это, кстати, есть тоже отдельный метод тестирования, я потом его расскажу. Ну и вроде бы протестировал, нашел кучу ошибок, сдаешь проект, технический директор его принимает, а основные сценарии не работают, как оказалось. При том, что вроде бы и работа сделана, но вот, посмотри, не работает. А у него был как бы в голове свой такой план тестирования, который он мне не передавал. То есть я поэтому и начал их составлять. Что тестировать? Вы получили инструменты, составили план тестирования. Необходимо тестировать верстку. Зачем? Наши метрики, не наши, а метрики поисковых систем меряют такой показатель, как, я боюсь назвать неправильно, по-моему, число отказов. То есть когда пользователь заходит и проводит на сайте меньше, чем сколько-то секунд или минуту, кривая верстка является прямой причиной для того, чтобы этот показатель увеличивать. То есть если ваш клиент заходит в браузере, например, E8 и видит, что там все развалилось, ну просто сидит он в E8, им на корпоративный компьютер не ставят, так он уйдет с вашего сайта. Тестируйте верстку во всех современных браузерах. Далее. Тестирование функциональности. Ну здесь все понятно. Если ваш, если клиенты вашего заказчика не смогут положить товар в корзину, не смогут его купить, они потеряют деньги, а вы потеряете заказчика. Дальше. У вас есть все эти инструменты. То есть сама итерация тестирования. Я выделил 4 основных этапа. Когда давали какой-то пакет исправлений, то есть очередное обновление. С чего я начинал? С чего начинал тестировщик, для которого я потом передавал все эти инструменты. С верификацией ошибок. То есть я начинал проверять, все ли исправлено. Проверил. Дальше я начинал осмотреть новинки, которые были сделаны в этом пакете обновлений. Проверил. После этого как раз таки идет метод случайного клика либо тестирования по наитию. Для чего это делается? Ну я рекомендую это делать после каждого пакета обновлений. И вот здесь я не написал. Ну возможно и не стоит. Тем самым вы выявляете новые прецеденты использования вашего сайта. Это необходимо делать периодически. Дальше может следовать этап пополнения актуализации планов тестирования. Потому что будьте уверены, что если нашел этот прецедент использования тестировщик, его обязательно найдет не разработчик, а клиент. нам часто говорят, да кто сюда кликнет? Ну вот кто? Только ты и другие твои коллеги. Мы даже проводили специальный эксперимент, чтобы замерить. Выпустили специальную ошибку в таком малозаметном месте. За неделю два обращения. Поэтому планы тестирования расширять надо, необходимо, и проходить по ним. Да, четвертый этап – это тестирование по плану тестирования. Дальше. Все это было сказано для того, чтобы организовать ручное тестирование. Когда я тестировал, по-моему, уже то ли пятый, то ли шестой сайт, мне захотелось какой-то автоматизации, каких-то рутинных операций. Поэтому я задумался над тем, чтобы автоматизировать процесс, хоть как-то автоматизировать процесс. Ну, я сейчас забегу вперед и скажу, что бывают, я разделил потом в итоге, да, автотестирование на быстрые, на быстрые автотесты и на сценарные автотесты. Что такое быстрые автотесты? Ну, в мире тестирования они называются смок-тесты. То есть это быстрые прогоны сайтов. Как раз то, что мне требовалось. Они имеют смысл всегда. То есть ими следует озаботиться, если вы решили заняться тестированием своих сайтов. Их стоит у себя иметь. Я чуть попозже об этом расскажу. Сценарные автотесты. Они имеют смысл только на больших проектах. То есть если вы разрабатываете, мы выработали так, где-то выработали срок разработки, где-то если проект идет, разрабатывается три и больше месяцев, имеет смысл внедрять автоматизацию тестирования. Ну, преимущества вообще подробно по автоматизации, наверное, я поговорю как-нибудь в другой раз. Возможно, даже устрою план, какой-то мастер-класс по написанию автоматизации тестирования. Я к тому, что про быстрые автотесты. Я решил поискать в интернете, возможно, что-то уже есть, какие-то готовые решения. И я нашел. Есть вот название, такая программка, Xenu Link, слет, по-моему, правильно называется. Что она делает? Вы скармливаете этой программке URL, сайта. И она ходит по вашему сайту и собирает все ссылки, все битые ссылки и картинки. Позже я решил это усовершенствовать. Я взял идею этой программы и с использованием библиотек Selenium написал свой URL-чекер. Я рассматривал, по-моему, летом вебинар, проводил вебинар, мастер-класс по тому, как написать упрощенный URL-чекер. То есть я не переносил полностью наш. Я также в этот пакет инструментов добавил ссылку на вебинар и сюрприз, упрощенный, не упрощенный, а как раз таки исходники вот этого URL-чекера. Если вам нужно, напишите, я вам вышлю. Ну и да, это пример того, как работает у нас. Я его еще раз включу в ту презентацию, я его на ту партнерку я его добавлял. Ну, повторю еще раз. Вот запускается браузер хрома, там у нас есть гуишный интерфейс, запускается мой локальный сайт. Я для демонстрации специально добавлял несколько ошибок на сайт. Мой робот умеет логиниться. Да, открывается URL, заходим в админку. Он умеет логиниться под тем, кого я укажу. То есть здесь мы можем проверить, как отображается контент под различными группами пользователей, админы, гости. И потом мой робот собирает все ссылки по сайту и проходит по каждой ссылке. Вот сейчас должны появиться ошибки. Да, ошибка базы. Пишется это в лог, parse error. Туда же пишутся я вас криптовые ошибки. Очень удобно. У нас в битрексе этот URL-чекер крутится практически круглые сутки, не просит еды и спокойно работает. Так, ну, да. Что можно проверять? Что он может проверять? Ну, вообще практически любые ошибочные в действии, любой ошибочный контент, который есть на странице. Незаданные шаблоны, незаданные блоги, неверную кодировку. Мы, кстати, им постоянно пользуемся при модерации ваших решений в Marketplace. Помогает прям отлично. Так, далее. Но если вы все-таки решили написать сценарные автотесты, это делается очень просто. С чего начать? Во-первых, нужно установить среду разработки. Любую, какую вам интересно. Мне кто-то говорил, что вы разрабатываете на PHP, почему ты пишешь, скажем, их на C-шарпе. По моему опыту не имеет никакого значения, где вы их разрабатываете. В PHP, на Python, в C-шарпе. Главное, что работает, тестируется GUI-шный интерфейс. Поставьте среду разработки, подключите библиотеки Selenium, в данном случае здесь я использую пример из C-шарпа. Подключите драйвер, который вам необходимо тестировать, в котором будет крутиться ваш сайт. В данном случае это драйвер Chrome. Ну, вот здесь я еще не задал, конечно, пример подключения опций Chrome, но это рассмотрено было в вебинаре также. Я потом пришлю вам ссылку. Ну и задайте скрипт. В данном случае что делает вот этот скрипт? Он запускает сайт, вводит логин, вводит пароль, нажимает кнопку войти. Все. Сценарий использования первый у нас уже, в общем-то, готов. Поэтому если вы разрабатываете интернет-магазин, имеет смысл автоматизировать, скажем, часто используемые прецеденты. Ну, например, поиск по сайту и, например, покупка товаров. Да, метод Стракатова. Когда мы внедрили весь этот комплекс мер в студию, что стало происходить? Ошибки правились, тестировщики тестировали, но мы стали замечать, что ошибки-то не исправляются. Стали смотреть код, вроде есть изменения. Стали нажимать на кнопку войти, да? Ошибка неисправлена. Стали выяснять, в чем дело. Оказывается, не все разработчики тестируют как пользователь. То есть они смотрят, да, есть ошибка, есть ошибка, идут в код. Да, вот здесь не работает. Правят. Окей. Чекин. Дальше. Надо было как-то это пресечь. Ну, я придумал такой метод фикса под подпись. То есть прежде чем разработчик отдает в тестирование нам свой продукт, свой пакет исправлений, он пишет, исправил, как я тестировал. Нажимаю на кнопку войти, нажал на кнопку войти и увидел, что меня пустило на сайт. Я увидел, что появилось имя и фамилия. Окей. Мы проверяем его сценарий. Действительно, он нас не обманул. Проверяем, что он, да, проверял. Верим ему. Ну, да, дела пошли успешнее в веб-студии. Сейчас в битриксе мы его применяем на наших разработчиках. Но, как показала практика, его имеет смысл применять не меньше, чем 30 дней. И если после этого применения этого метода разработчик продолжает не исправлять, то с разработчиком лучше расставаться. Далее. Ну, да. Как оценить эффективность? Как оценить эффективность тестирования? То есть вы тестируете, но есть ли смысл? Ну, когда мы внедрили весь процесс тестирования в белорусскую веб-студию, был такой очень хороший показатель. У нас количество обращений в техподдержку сократилось на 60%. Поэтому очень хорошая методика это смотреть по количеству обращений в техподдержку. У меня все. Спасибо. Вопрос. Пожалуйста, вопрос Олегу. Олег, такой вопрос. Стоит ли делать бахтрек для клиента? То есть не внутренний, не только внутренний, но еще и внешний. Чтобы клиент сам уже фиксировал какие-то ошибки и недочеты. Это зависит от вашего решения. Мы в битриксе такое не сделали и не чувствуем, что должны это сделать. То есть как вы захотите. Если вы хотите быть открытыми, чтобы клиенты смотрели за процессом, но учтите, вас будут подгонять. То есть если вы откроете, вот как у нас сейчас есть регламент в техподдержке, там есть прямо хлыст, там бьют, что вы не отвечаете. Так будет здесь то же самое с открытым бактрекером. поэтому… Пожалуйста, вопрос. Какова целесообразность сильного выверения ошибок в очень дешевых проектах? Какова целесообразность выверения ошибок? Ну, допустим, если это очень дешевый сайт, создается время разработки которого несколько часов, это типовое решение, некое, и получается за него очень мало денег. А на тестирование… Я согласен с вами, никакого смысла действительно. Не, ну почему? Есть смысл, чтобы он дорогим не стал. То есть вы на него там чуть-чуть денег взяли, а вам все пишут и пишут. Слушайте, у нас тут бага, у нас тут опять бага. Если вы разрабатываете такое решение для маркетплейса, мы вас не пропустим. То есть вы потеряете деньги, поэтому, возможно, все-таки стоит иметь тестировщика и тестировать даже такие решения. Автотестами подаетесь некоторыми? Я поделюсь с вами, как я уже говорил, исходником URL-чекера, упрощенным, очень упрощенным. Я даже готов ответить на ваши вопросы. Плюс я поделюсь с… А в смысле упрощенным? Ты вырежешь и с ним… Я убрал все оттуда, да. То есть на примере того, что я рассмотрел… Нет, там есть логирование, там есть… Подожди, а почему ты так рассуждаешь? Хорошо, мы с тобой потом поговорим. Возможно, мы включим чуть больше туда. Поэтому частью поделюсь. Вопрос следующий. Как молодая веб-студия с небольшим количеством разработчиков, у себя баг-трекер, понимаем, что нужен, но держать его третьим, четвертым, пятым инструментом автоматизации и потом забирать оттуда количество ошибок, количество времени, которое учтено на их исправлении, количество задач, поставленных и так далее, в портал по учету и мотивации дальнейшей работы, нашей, очень не хочется, то есть связывать там два, три, пять инструментов. При использовании же портала, непосредственно корпоративного, естественно, Bittrex, возникают вопросы того, чего не хватает в задачах Bittrex, по тому, чтобы организовать по крайней мере. Да, я вас понял, вы хотите от нас project management, да? Нет. Нет? Нет. Нет? Не будет? Мантис, чтобы мы написали. Мы понимаем, что есть бизнес-процессы, мы понимаем, что есть задачи, мы понимаем, что в задачах не хватает некой свободы управления, чтобы не дописывать это большими, там, кастомизацией под себя точно так же, как существующие решения на маркетплейсе. Я понимаю, что они есть. Ну, то есть вы просто не хотите внедрять бактрекер, вы хотите, чтобы я вас сейчас убедил? Да нет, наоборот, чтобы все было интегрировано, чтобы еще бактрекер был. Мы подумаем. Поговорите, кстати, с Олегом после. Может, вы его сможете. Да, подходите, пообщаемся, дам вам свою визитку. Я хочу сказать, что вообще вот отдел Олега автоматизировал, я лично я больше вижу его, например, проявление на тестах Bittrex 24, то есть там большой блок, конечно, и по управлению сайтом тестирования, но вообще сегодня цикл раскатки выпуска обновлений Bittrex 24 это быстрые, короткие, быстрые тесты, потом полные тесты. Сколько занимает и короткий, и полный тест по Bittrex 24 сегодня, автоматизированные? Все короткие тесты, мы их включили в Continuous Integration, только короткие тесты занимают у нас порядка уже пяти часов. А полные? А полные тесты, мы их уже разбили на параллельные виртуальные машины, у нас сейчас 22 часа, так что мы приходили на работу и они уже успевали пройти, потому что функциональность огромная, она просто не успевает пройти полностью, поэтому мы разделяем на виртуальные машины. В несколько потоков. В качестве экспозиции, как на самом деле в реальном проекте это эксплуатируется и используется. Лин, последний вопрос сзади. Есть там? Пожалуйста. Можно? Подскажите, какие метрики эффективности работы тестировщика вы используете? Количество на одинных багов, но, наверное, не самый эффективный показатель. У вас какие именно? Да, в общем-то, вот этот используем. Это очень хороший вопрос, кстати. Ввели неправильно логин, пароль, да? Можно ввести неправильно логин, можно ввести неправильно пароль. Вот уже по идее две баги, хотя на самом деле не работает авторизация в принципе. Не, ну вы выхолачиваете идею. Можно и браузер не открыть. Ну вот из этой серии там и будет куча багов. Это эффективная работа или у вас все-таки на самом деле есть какие-то там скрытые или о которых вы не хотите сейчас говорить? Ну я вам скажу, что я хотел ввести такой KPI, да, что по количеству багов. Я пришел к тому, что это неэффективно и все-таки ну я потом расскажу возможно почему. Почему не стоит привязывать количество найденных ошибок к эффективности сотрудника тестировщика. Потому что тестировщик будет искать, будет нацелен на то, чтобы найти как можно больше ошибок, а не выпустить продукт. Поэтому это уже неэффективная метрика. Ну вообще самым для нас эффективным показателем является отзывы клиентов. Пропущенные аварии. Пропущенные аварии, пропущенные значительные ошибки, все, это больше нет эффективности. Не найденные, а пропущенные. Спасибо. Пожалуйста. Я хотел бы узнать про юнит-тестирование. Применяется ли оно в битриксе и вообще есть ли какие-нибудь у вас механизмы покрытия кода тестами. Не только визуальное тестирование, но и внутреннее сразу при разработке. Да, спасибо за вопрос. Применяется. Мы используем PHP-юнит. Юнит-тесты пишут разработчики. Я надеюсь, скоро начнут писать тестировщики. Сами их применяются эффективно, нужно, полезно. Используем ли мы какие-то методы покрытия кода? Максим Смирнов, вроде бы, если не ошибаюсь, что-то сделал. Говорите с Максимом, он может немножко по этому поводу поговорить и подробнее рассказать объемы покрытия и другие вещи. В общем, да, рекомендую. Но опять же, рекомендую их использовать только там, где у вас прямо много кода разрабатывается. Если вы разрабатываете сайты, нет, просто потеряете время. Я видел последний вопрос. Лен, ну давайте уже. Вы будете, нет? А, нет? Все? Ну все тогда. Олег, спасибо большое. Спасибо.